Добрый день. Мне тут сообщили, что на прошлой ролике мы уже собрали 100 тысяч лайков, но мы не все знаем, что это означает. На этот раз я подготовила... У меня есть вентиляция. Спасибо, Вадим. Может, не стоит? Я второй. Тоже с вентиляциями. Понятно. Вадим, все ближе к зрителям, да? Да. Своими ногами. Потому что сегодня мы будем смотреть не просто детей в лайки. Сегодня мы посмотрим на взрослых в лайки. Знаете, я не ругаю детей за то, что они очень любят контент в лайки. Потому что они еще вырастут и сами поймут, какой шлак они смотрели. Но вот когда в лайки сидят взрослые... Ну, когда они постареют, они поймут, что... И смотрят это видео. А еще хуже. Они эти видео снимают. Тут мне уже становится очень страшно. Ага. Ну, и поэтому я к вам сегодня пришла, чтобы вот таких вот взрослых арестовывать. Сегодня я себе налила кое-что покрепче. Это 100% яблочный висок. Яблочный. О. 100% кислый будет ужасно. Надевайте свои самые... Подожди, какой был яблочный? А, яблоко было написано по-польски. Яблоковый сок. Они что, в Польше живут, что ли? Ну. Тимбрк это польские соки, я знаю. Как там они читаются? 100% яблочный. Ну. Зато витамина С много написано. Наверное. Яблочный. Так еще я с горла вообще. Нет, слушай, подожди. А если ты купишь, к примеру, у нас какой-нибудь турецкий сок. А он обычно... И такая, встань, а они такие, о, что, в Турции живут? Нет. Ну, там типа наклейка должна... Ну, я не знаю. Но я у нас не видела этих соков. В Польше знаю, что они продают. Есть же у нас ограниченные товары тоже в магазинах. Если ты их купишь и так вот покажешь на камеру, может делать вывод, что там живешь. Ладно, я знаю, что вы знаете. Напишите, где Бридж живет. Мне кажется, почему-то, что она где-то за границей. О, телефон. Ты что, в Китае живешь? Вау, китайский телефон. У тебя не китайский. Нет, это же ладно. Вау, Поко. Ты что, в Китае живешь? Ты что, в каждом примере пишешься, мучаешь, нечестно Поко. Ты что, Поко? Надевайте свои самые суперзащитные носки. Сегодня у меня мои с коробками. У меня просто розовые. Мою шапочку и мою кофточку. Они меня сегодня будут засисять. И приготовьтесь. Делайте большой вдох и не дышите. Ладно, шучу, дышите. Лучше подпишитесь на мой телеграм-канал, вот что. Знаете, ребят, я не просто так решила сегодня снять видео именно про взрослых. Потому что, когда я решила зайти в лайки... Чисто для контента, контент поискать. Честно, честно. То я почему-то наткнулась вот на это. Я не знаю, как это получилось, но почему-то это детское приложение просто кишит подобными видео. А что детское, кстати? А что вы решили, что оно детское? То есть, ты просто населил много детей. Это не значит, что оно детское. То есть, оно изначально позиционируется как просто приложение для русских видосов. Да, но стала детское. Только для детей. 18+, зачеркивается. Не в коем случае. Нет, ну понятно, понятно. Ну просто, типа, ты уже смотришь, кто там обитает в основном. Так, да, но приложение так не позиционируется. Не знаю, что хуже. Это или... Ну вот, это же руки. И тут, и тут. Ну, че так, а? Я тут думаю... В конце просто была добивочная. С этим фильтром. И слюнька, или водичка изо рта. Ооо. Нет, я знаю, там есть, типа, такой прикол. Но он немножко не так позиционирует. Смотри. Есть такая тема, что девушкам сложно нарисовать аккуратно стрелки. Знаешь, равномерно. Ну, типа, чтобы одинаковые стрелки были на глазах. И когда они, знаешь, тоненькую провели, вторая чуть кривая, они вторую делают толще, и эту снова делают толще. Они снова кривые, делают толще и толще, потом в конце тебя показывают, когда полностью все черное лицо у нее намазанное. Потому что, типа, она так... Ну, там как бы есть смысл этой шутки. А тут она просто намазюкивает себя помадой, понимаешь? Да даже нету как бы смысла. Даже нету какого-то подтекста, понимаешь? Про... про... просто... просто... Ну, просто кринжелы, и все. Ага. Все тело сейчас подразили. Джокер, которому заслужили. Ну, так, зато губы хорошо видно. Губы точно не пропустишь. У нас теперь уже какая-то традиция вырисовывается. Первое видео обязательно там про помады, губы, блески какие-то. Эх, вот бы все видосы были такими. Если ты хочешь со мной расстаться, Витя, ты потерял такую принцессу, как я. Ты будешь вкусы тлухать. По шелчку в 3.15. Та-тань! Та-тань! Решай сам. Ха-ха-ха! Так, танцуй. Та-тань! Ну, знаете, мы вот, наверное... Нет, нормально, нормально. Я чувствую целевую аудиторию. Целевая аудитория, это лет... Господи, как хочется бы не обидеть детей. О, жесть. Пять, шесть, возможно. И они такие как... Не только пять, шесть. И пятьдесят шесть. И пятьдесят шесть. Да, вот я хотела сказать. Да-да-да. Который скажет, ой, дурачится! Это еще такой дурачок. Потом ты растешь, 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 чуть-чуть умнеешь. А потом ты такой, сильно умнеешь, а потом начинаешь резко тупеть, когда стареешь. Откатываешься к детству дальше просто. Ну, вообще, да. Говорят люди, которые прям сильно в возрасте, пожилые. Они как прям маленькие дети себя ведут. Это типа без прикола, реально. Но они же вроде не сильно в возрасте. Ну, нет. Тут, понятно, люди просто... Нет, я вопросы к тем, кто этот контент делает. Ну, в принципе, наверное, не имею. Ну, наверное. Они просто как аниматоры такие. Мне просто интересно, кто это смотрит. Мы смотрим. Ну, мы понятно. Дринь смотрит. Вы смотрите. Все в детстве любили встать, нет родителей, заниматься там всякими делами. Там видосики какие-то смотреть под одеялом. Или в игры играть, которые нам там запрещали. А тут какая-то ревертивная ситуация. Там был Mobile Legends? Под одеялом или в игры играть, которые нам запрещали. Да, Вадим. Mobile Legends? Да, по-моему. Ну, или что-то похожее. Может быть, Лига Легенд была, Вадим. Они что-то похожее все сделаны. Нет. Нет, не Mobile. Это что-то похожее просто. Похожее очень сильно. Очередные китайские вот эти все игры. Это ревертивная ситуация получается. Пока детки там ходят в школу, в садик, родители, значит, сидят дома и втихарясь снимают это в лайк. Та-та-ань! Так что вы там это, проверьте телефоны своих родителей, а то, знаете ли, вдруг они тоже там в лайке успели наследить. Айфон, видишь? Так, ну подождите, если он продал почку, давайте посмотрим, сколько они стоят. Это шутка. Неужели реально одна почка стоит как айфон? Нет, даже не шутка. Это как тебе просто говорят, что настолько дорого, что я прям почку продаю, чтобы что-то купить, например. Так, поэтому шутка. Просто она очень-очень бьяновая, уже такая чересчур старая. Очень уже старая. Ладно, они хотя бы сценку разыграли, там порисовали что-то. Хотя предыдущие вообще костюмы какие намалевали, татань. Нет, ну это получше, чем татань. Ну тут хотя бы... Это получше, чем татань, очевидно, но... Лет 10 назад было, может, актуально. Так, ну по неофициальным данным у нас почки стоят от 800 тысяч рублей. А где остальная сумма? Жалко, а что случилось? На следующей модели. Ты правда не почку продал? А зачем не почку продавать? На этом этапе я уже не знаю, что меня смешит больше. Этот нелепый скетч или комментарии людей, которые реально верят, что он продал? Вот есть Алина, которая думает, да не, они рофлят. Да не, они не верят, да они рофлят. Потому что я не могу в это поверить. Да, знаешь? Нет, ладно, я просто предполагаю, что это писали очень-очень маленькие дети, которые очень доверчивые, и они... Ну все скажешь, не, ну не рофлят. Они все же понимают. Нет, нет, нет. А они по приколу пишут, типа, а, ты что, почку продала? А, зачем? Она же дорогая. Нет, тут я вижу, что они не рофлят. Оставил бы она потом какую-нибудь ипотеку закрыть. Он продал почку одну, ему сейчас трудно. Мог бы еще очки взять в виртуальную реальность от Apple. Нет, у меня вопросов нету. Тут вон человек-ник, как бы все понятно. Роблокс. А, 4. Роблокс А4. И еще гатча лайв, видимо, на превью. Ну, блин, это просто видно. Ну, либо это кто-то очень сильно, типа, создал детский аккаунт и специально сделал такие вот все надписи. И специально вот это все поставил, чтобы, типа, не выделяться среди своих. Почему ты так думаешь? Не знаю, я надеюсь. Ты думаешь, типа, дурачков не существует, дурачками просто прикидываются. Да не дурачок, она может просто маленькая очень. Она с дурачками прикидывается. Ну, просто ребеныш. 10 миллионов. Блин, как трудно. 10 миллионов иметь, это очень трудно, да. Вот, особенно, когда почки продавать нельзя. Как он эти деньги вообще на банк перевел, а? Наверное, столько вопросов было у банка, что он-то откуда столько денег, а? Нельзя же почки продавать? Если что, правда, нельзя продавать, да? What? Короче, почки продавать не советую. Ты что, почку продал ради нее? Ну, конечно, хочешь продать? А ты приходишь в больницу такой. Прошу прощения, где-то можно почку продать? Мне очень срочно нужно закрыть кредит на айфон. А что тут есть стоимость почки? Потому что это на черном рынке. А, так на черном рынке зачем можно продать? Ну, черный рынок, да. Приходишь на черный рынок. Ну, официально нет. Можно только продать? Все. Беру. Правда было? Зачем ты жертвуешь своей жизни на это? На работу устройся лучше. На работу устройся? Да вы что? Так всей жизнью пожертвуют. Обнаружен мутант в Чернобыле срочно на стрим. Какой гибкий мутант, да? А куда ты как-то демон распаковываешься? Я тоже хочу так. У меня как раз с растяжкой проблема. Что там еще этот как-то демон бегает? Сыны, смотрите, что это? Помните, во время эксенсии по Чернобылю я установил скрытую камеру? Правда? Которая написала что-то странное. Да, очень странно. Это же Чернобыль. А что там он это работает, ваш Чернобыль? В обычном режиме. Вон там это дым идет на заднем плане. На следующий день я решил установить скрытые камеры по всей зоне, чтобы узнать, что происходит. Ну ладно, человек просто на ТЭЦ играется. На подъезде. Ну, явно не на территории, а рядом с ней. И позиционирует как чернобыль. Не, ну что, все правильно? Чернобыль, который работает. Это вопросики, да? Не, ну ладно. Когда нас нет, камера вся сняла, Чернобыль продолжает работать. Духи умерших работников продолжают воркать. Воркать. Чтобы делать детейлс. Ладно, ладно, какие детейлс делают на атомную станцию? Я только извиняюсь. Не, просто что, в принципе, ладно, если совсем кнопелька, и ты знаешь, что Чернобыль какая-то такая типа как фабрика, а то смотришь какие-то трубы, и что-то дымит. Ну, там особо не разбираешься, и думаешь, ну, реально там, наверное, атомная. Что на Чернобыль, да? Все нормально. Что? Но когда... Все еще работает, Чернобыль? Я в шоке. Чтобы увидеть продолжение, переходи на мою страницу, в лайк и нажми на синюю кнопку. Кнопку! А что мы это на синюю кнопку нажмем, и мы от всех мутантов спрячемся, что ли? Я, конечно, не знаю, как дела у этого пацана, но этот демон, его уже 500 тысяч раз пытался сожрать, и вроде пока все еще живой, и каждый день там снимает и зовет на стримы. Наверное, все-таки этот мутант добрый оказался. Смотрите, что это? Нет, укусил. Я увидел что-то странное в лесу, и решил попробовать за ним проследить. Но лучше бы я этого не делал, ведь дальше произошло... А, так вот на кого это было речи, например, мама из Даркнета. Помнишь, это вся тема, ладно. Что самое страшное? Я попытался за ним проследить, ведь дальше произошло самое страшное. Ну тут, походу, аномалия уровня Рика и Морти назревает. О, смотри, какая попа. Зачем мне туда смотреть? Быстрее, пока она не ушла. Мне неинтересно, туда смотри. Смотри, пожалуйста, там такой орех. Меня почему-то так ворочат, когда люди начинают называть части тела какими-то предметами, там типа орех, пампер, персик. Что там еще? Батон. Ужас какой-то. Прям сразу до этих людей бежать хочется. Я уверен, у тебя намного лучше. Кстати, у тебя шнурки развязались. Сколько много? А фоткать-то зачем? Испугаться, что попу никогда больше не увидишь? Блин, на попу так и не показали. Я не знаю почему, но зал... Это является одним из самых любимых мест всех лайкеров. Что? Короче, да, я поняла. Тут у нас это новое New Age упражнение. Наверное, на это... Тест на титис. Да, измерение. Да, кто сможет с вами метитисами остановить этот гриф, да? Накаченные или нет? Такие накаченные, как будто природа какой размер железы и жира дала. На дыхательную систему. Знаете, вот это как девушки раньше. Они до сих пор делают. Вот этот вакуум. Вот так вот. Тут типа то же самое, только вот массаж внутренних органов делает гантеля. Она еще как скалкает туда-сюда. Вот так вот катается. И весь воздух человека убирает. И потом, короче, ты как лавашчик такой ходишь. Вот такой. Плоский-плоский, зато худой. Ну, если что, я возьму на заметку, когда в следующий раз пойду в зал. Кто это там? У меня кто-то тявкает. И это не собака, а какая-то птица. О, Боже. Так, тут у нас еще одна попа. Ты что, меня снимаешь? Нет, себя. Ну, ладно, туда. Лайки? Дизлайки. Ну, такие лайки, я вас всех... Нет, 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 я знаю, кто это смотрит. Я понимаю, я понимаю. Я понимаю, кто смотрит. Кстати, я не только 56 лет. Я все, я беру свои слова назад. Кто еще? Ну, короче, есть просто категория людей такая. Ну, очень большая, на самом деле. Это просто мы такие немножко с задержкой в развитии. Ну, в том плане, что мы там про какие-то туалеты всякие знаем, да, там еще какие-то такие моменты. Но в основном люди примерно уже нашего возраста, они начинают очень жестко скуфидониваться. И вот примерно, вот я видела вот людей нашего возраста примерно, которые с такими шуточками. Да, кстати. Вот, и вот как раз-таки, примерно, такие шутки, вот они и делают. И вот они как раз-таки вот смеются. Поэтому я дико извиняюсь перед людьми, которым там говорила за 50. Нет, нет, нет. Уже с 30. Да, тут я скажу так, тут все зависит от человека. Да, да. Все очень сильно зависит от человека. Мы бы могли потенциально оказаться там. Да. Арестовываю. Если вы хотите, чтобы я вас отпустила, поставьте лайки и подпишитесь на канал. Ну, в общем, вот вам еще одна попа. Главное, тому мужику это. А до этого не рассказываешь, он успел сфоткать. А то еще попросят скинуть ему. Нам такого не надо. О, боже. У бабушки на заднем плане, в глазах, будто бы только что умерла последняя надежда на это поколение. Ну, в общем, к этому парню у меня больше всего вопросов. А что он сделал? Он расширил Пикачу. Дунул туда. Туда дунул, и она такая запрыгивает на тебя. Дуй еще. Дуй меня. После снял скетч, где предположительно целуют незнакомую девушку в пупок, это еще полгода. Но совсем другое то, что он построил на этом империю похуже любого итальянского лавеласа. 90% контента. У всех целуют в пупок? Контента настроится на том, что он целует пупки незнакомых девушек. Ну, типа незнакомых, да? Я вам серьезно говорю. Я провела целое расследование и насчитала как минимум 20 разных девушек, кому он успел поцеловать живот. Но я боюсь, что их там было гораздо больше. Просто на 20 мне уже было лень считать. Там, конечно, разные вариации развития событий, но в основном они основываются на том, что в ответ на них целуют, девушка начинает задирать ноги и садиться ему на коленки. Это вообще ребенок. Слушай, это походу какой-то тест пикаперов. Типа новый какие-то эти, типа, знаешь, пикаперы. Где ребенок? Ну, непонятно на самом деле. Кленки. Что? Надо было не взять, а поцеловать в это место. Что? Что? Дважды что? Он ее дж... Кстати, ну так именно это и выглядит. И потом ее муа-муа сначала, а потом джага-джага, а потом м-м, ему это надо-надо, понимаешь? Нет, ну просто, типа, это, знаешь, курс пикапа. То есть если тебе нравится какая-то девушка, значит, как это нужно сделать? Побежать к ней? Быстренько ее подсылать в пупок и ждать результата, а я сразу за тебя начну отпрыгать на тебя. А ты знаешь, как рефлекс? Такой вот этот, наверное, безусловный. Типа у всех женщин так работает. Целуешь его пупок, у него сразу нога задирается, понимаешь? Жага. Наслизник? Блин, можно со мной так же? Зачем? Что происходит? Знаете, что такое личная граница человека? Спасибо за один адекватный комментарий. Я уже почти потеряла всю надежду на это приложение. Не, я шучу, их никогда не было. Тебе не надоело целовать пупки? Это вот же вопрос. Ты им за это платишь? Да мне кажется, даже за деньги на такую никто бы не согласился в здравом уме. Но помимо обычных взрослых, я в лайки очень часто натыкаюсь на XLT. Хоть они не чистокровные лайкеры, но все равно они у меня слишком часто появлялись. Тиктокеры, да. Поэтому не добавить их я не могла. Ну а что, они будут только в этом тиктоке? А чего вот он не может в тиктоке то же самое делать? Зачем он делает в лайки? Так они делают тиктоке, видимо, а потом просто дополнительно, чтобы расширяться, еще в лайки делают. Ну, конечно, что ты думаешь? А может только что, потом на одной площадке работать? Что случилось? Спасайте быстро! Сейчас начнет жопой такой. Да. Это же это... Нет. А может оттуда это и пошло? Массаж сердца делали? Или это так у тиктокеров? Просто вот включи любой популярный трек на фон. Ну если такой, ну прям, прям, извиняюсь. Если такой непрямой массаж сердца у тиктокеров, то считай, скоро все выберут. В случае, здесь придется оказывать первую помощь. Виберут. Ну реально, как бы, извините. И у них сердце само собой начнет работать. Что я делаю? Вот это музыки. Повторит его видосы, показывает, что это не единственный раз, когда они так делали. А это обычная практика. Неужели танцы спасают человечество от инфарктов? Ага, тут подгадить решила, красочку налила. Ух, бэдж. Видела? Ну, младцы, конечно, да. Что, у меня бойко сидело? У меня все возможности сработан. Хорошо. Ты видел? Мне причем очень радует, что они в этом эксотим постоянно делают такие сценки, типа, где они друг дружки там подгаживают, что-то такое. А потом они снимают вот эту реальти. И там, типа, все такие хорошие вроде бы такие. Вот у всех такие образы разные. А в этих тик-токах каждый будто бы знает это. Mean girl. Когда решила помочь ему побриться. Ага. Ну, а что? Эта бритва выпала, походу. Вон у нее там в конце в руке это ничего не было. Так что не переззевайте. Голову не оторвало. Надеюсь. Голова. Так. Что происходит? А зачем шапку украл? Что это было? А что там такого было? Кончилось что ли? Ну, а что там было? Хьюи там был. Там был Хьюи. Хьюи. Из пацанов был Хьюи. Хьюи из пацанов. Ладно, я комментариев не имею вопросов. Я не имею комментариев вопросов. Приходите к там на пусть и смотреть пацанов. Очень много всего контента. Подписка 200 рублей всего стоит. Смотрите все, как вы смотрим. Тут много всего. Приходите к вам смотреть пацанов. Аминь. Как ты на рассвет это все сделаешь? Ссылка в описании. Да, видели там это? Хе-хе-хе был. Хаги-ваги. Господи, я вас какой. Я не могу. У меня голова разжижается от этих лайков. И у комментаторов, походу, тоже. Ой, ё-моё. Они там, походу, занимались. Джага-джага. Джага-джага в лифте. Да, вот, пожалуйста. В наше время вообще-то называлось Вуху. Как в Симсе, знаешь, в Симсе Вуху. Нет, нет, это я так говорю. Ну, типа, те, кто в Симсе играл, знают, что это на самом деле называется Вуху. И там могли заняться. Вы все арешованы, понял? Небось, это те самые дети пишут, которым летели еще рассказывают про капусту, там, аиста и все такое, да? За то, что разжижаете мой мозг. Там вначале клоун ей сделал тум-тум. Фу, какие мысли. А что такое тум-тум? Он ее ударил? А что, а что сразу, фу, какие мысли? Это тум-тум, это, типа, украл ее. Ведь правильно? Но на этом увлекательные скетчи этой девушки не заканчиваются. Перепутала. А, перепутала. Я-то думала, тут это какой-то опенинг к аниме начинается. Там это... Ну, там секретик какой-то окажется, была женщина, окажется там трансом, и они, типа, такие... А тут нет. Я, кацуки стояли. Я все еще не разбираюсь. Hello, tiger! Ну, как бы... Как бы это так сказать-то? Я не имею ничего против того, чтобы люди занимались тем, чем им нравится. Ну, когда... Ну, давайте, комментарии под этим видео. Подписывали контент в детском приложении. От 45-летних мужчин. Всяких там турков и арабов. Я более чем уверена, что там они будут. Я бы свою хьюи пристроил. Да-да-да, вот из этой серии. Penny! I have a question. Why? Почему ты знаешь, что это посмотрят именно дети? В чем заключается смысл, если ты знаешь, что это посмотрят в основном одни дети? Сейчас я еще объясню свое возмущение на примере одного видоса. Я не смотрю. Этот видос посмотрело очень много детей. И угадайте, что они сделали. Я зашла посмотреть дилеты к этому видео и нашла, что этот звук использовали тысяча людей для своих дуэтов. Типа начали повторять. То есть тысячи маленьких человечков повторили этот танец и выложили это в лайки. А кто это смотрит, мы уже все прекрасно знаем по этому видео. Она своим шопом хвастается специально, чтобы девушки завидовали. А может реально это так? Ну вот ты выложи это на взрослую аудиторию, тебя скорее всего захейтят. А если ты выложишь на детскую аудиторию, то наверное им понравится. Я думаю, тут не для детей это рассчитано. Что у тебя есть, а у них нету. Куда меня занесло? Что там еще она снимает? Так, открываем холодильник. И потом... Начинает тверкать с попой. Мне кажется, я знаю. Вот в такую позу... Спрятала бутерброд в аджайну? Я не поняла, что произошло? Что мама не спалила, что она ночью ест или что? Перед холодильником вот так ножку задираешься, вот так вот показываешь. И потом ты перехочешь есть. Иначе я не могу объяснить смысл этого всего. Лицо мне удалось, из-за этого она и крутит пятой точкой. Я тебя перебеждала. Короче, еще одно видео увижу, что ты трясешь жопой своей. Я звоню полиции. Тут вообще дети. Ну а я о чем говорю? Это леди баг. Леди баг, да? Вон леди баг дело говорит. Леди баг же, ребят. Что тут такое? Я просто кофту всю показывала под курткой. Ну для этой девушки у меня готова отдельная камера. Я не знаю, что страшнее. Построить весь свой контент на своей попе? Или на том, что ты флешишь свое тело незнакомым людям, которые не хотят это видеть? И даже не просто людям, а там типа девушки за своими парнями ходят. Это должно быть смешно. Причем я опять не преувеличиваю, что она строит свой контент на этом. Вот посмотрите. Вот она там с девушкой, парень опять. Типа у парня с этой реакцией, смотри, как смешно. Типа у парня. Смотри, лицо парня. Предыдущие ты видел? Да, 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 да. Нет, а у этого такое, смотри. Типа такой, знаешь, такой фи-фи. Такое, вот смотри. Никогда не видел. Да, смотри. Вот она там с девушкой. Смотри, опять. А девушки, серьезно. Типа, господезинская грудь. А они настоящие. Они настоящие. А она настоящая. Да, как реклама МАМД. О, это кожа с лосками, уу, которая торчит. Какая интересная. И она просто потом убегает. Ой, неловко, да? Ой, какие они странные. Что-то они так реагируют на то, что я им показала там, а? О май гад. Обжактен. Трэш. А если там в лифте окажется ее родственник какой-нибудь? Или там... Ну, он-то не окажется. Это за школу или из универа. Скорее всего, ее родственник и катается в лифте. Да. Она просто папа ищет. Папика. Ой-ой-ой, ужас. Причем пришел, потому что... Сейчас я пойду кого-нибудь убивать. У женщины главное не лицо, а совсем наоборот. В постели тоже надо, только чтобы не задохнулась. Да, спасибо большое за эмпатию и что подумал. Хоть так о ее жизни. Вот пакетиком закрыл и всех удовлетворил. Тебя пакетиком закрой. Это категория шуток не для пяти, а вот эти вот тридцать плюс, которые... Как меня это раздражает. Ужас какой-то. Что у нее с лицом? Мать жива. Насчет мамы я не знаю, но внутри меня точно только... Ой, боже, что у нее с лицом? Она его целый раз один скривила. Что же, как теперь жить? Вот так вот здесь ты кривляешь себе лицо. Лиза даже не понимает, что она скривила лицо. Ты понимаешь, насколько все плохо? Только что что-то умерло. Так, что тут у нас такое? Я не хочу смотреть сейчас. Я одним глазком посмотрела. Слава богу. Ладно. Я уже испугалась, что надо будет звонить в полицию. Не, это типичные приколы, типа, в Академии смеха такие часто, мне кажется. Да, это базовые. YouTube может не понять. Да, 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 это базовые стрелки уже. Напряг все. Да, очень напряг. Ой, 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 не, 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 не задуешь, не задуешь так. Знаете, так захотелось в окошко посмотреть, просто подумать о жизни. Я тут покричать в окошко. Я еще свечку купила. Какая-то сурок. Это был суслик. Ликвечку со вкусом капкейков. Знаете, пожалуйста, мне сегодня хватит лайки. Всех с сегодняшнего видео арестовываю и переговариваю к отключению от интернета на месяц. У меня сегодня доброе настроение, поэтому только на месяц. Это было очень тяжело. Если честно, мне нужно очень много сил на восстановление. Но если вам понравилось это видео и вы хотите продолжение, то, как обычно, на 100 тысяч лайков я сниму следующую часть про лайки. Ого. На этот раз мне, конечно, гораздо больше сил понадобится на восстановление, да. Ой, походу я сейчас пойду вязать, успокаивать свои нервы. Кстати, я сейчас вяжу кое-то очень прикольное меню. Кто это? Такая вот у меня будет муха. Муха? Надеюсь, к следующему видео уже я ее закончу и надо будет придумать ей имя. Так что вот пока такая вот у меня муха. Такая мучка-мучка. Всем спасибо за просмотр. Всем тьмок. В общем, вот такая вот получилась реакция. Спасибо уже за просмотр. Пока. Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.